Здравствуйте, вы смотрите Вечер Вместе. Я Иван Грещук. Сегодня у нас в гостях заслуженный художник России, художник-постановщик Воронежского государственного театра кукол имени Вольховского Александр Ячеин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Артистка театра кукол Анастасия Рожкова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. И режиссер, заслуженный артист Воронежской области Михаил Каданин. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, премьера в театре кукол на Малышкиной сцене, что важно, сказки бабушки Корольковой «Продолжение». Постановки вообще по материалам Корольковой не впервые на сцене театра, что из названия понятно, да, в том числе. Опыт работы с материалом в целом Корольковой уже большой. В чем специфика конкретно этой премьеры, конкретно этой работы? Ну, наверное, в том, что как раз это продолжение. Такого у нас, по крайней мере, в театре никогда не было. Но дело в том, что так называемая первая часть, первый спектакль по произведениям Анны Николаевны имеет огромный успех. И наследие Анны Николаевны большое, очень интересное, плодотворное, насыщенное. А наша черноземная, воронежская. Поэтому зрители очень хотели, да и мы, собственно, творческая группа этого спектакля, очень хотели сделать, как бы более раскрыть ее творчество. Поэтому появилась такая идея взять еще две сказки из этого знаменитого сборника, ее собранных и переработанных сказок. И попробовать сделать как будто бы продолжение, но со своей спецификой. Попробовать как-то сделать немножко по-другому. Ну вот насколько это получилось, судить, конечно же, зрителям, которых мы приглашаем к нам в театр. Приходите, будем очень рады, надеемся вам... Причем зрителям не самым простым. Да, 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 да. Ну это наша специфика, наш крест, в кавычках. Ну мы на самом деле очень рады, что мы работаем именно с такими зрителями. Как раз Малышкина сцена для очень маленьких, с ними всегда интересно, всегда неожиданно. Но в этом и, наверное, наша миссия, потому что мы прививаем вот с этих ранних лет театральную этику в чем-то, театральные правила, условности. И надеемся, что они их запоминают, им становится интересно, и в следующем, в будущем они будут приходить к нам уже на большую сцену, а потом и на вечерние спектакли для взрослых. И вот такая жизнь театральная, она будет с нами всегда. Ну, стоит отметить, что на сайте театра, собственно, есть раздел «Подходит для первого посещения» театра, и этот спектакль подходит для первого посещения. Ну, мы старались, да, чтобы он подходил. Но надо бы сказать, что мы так надеемся, собственно, мы так и задумывались, что на Малышкину сцену всегда приходят вместе со своими родителями, с мамами, с папами, чтобы им тоже было интересно. Смею надеяться, что у нас получилось, и родителям тоже будет интересно вместе со своими детьми посмотреть этот спектакль, что для себя открыть новое. То есть и для взрослых тоже? Да, я думаю, что да. И далеко не для первого, возможно, посещения? Да, далеко не для первого. Ну, действительно, наследие Анны Николаевны, оно очень большое, очень широкое, и вот сейчас много говорят про бренд региона, в частности, наверное, Анна Николаевна часть все-таки этого бренда. Это очень здорово, что этот материал поднимается, и вы с ним работаете. Но, помимо прочего, Анна Николаевна была прекрасной рассказчицей. И есть ли задача у артистов, Анастасия, сохранить вот эти традиции сказительства? Как вы работаете, как артисты работают с материалом корольков? Ну, конечно, это был интересный процесс, и больше всего, наверное, вот именно про текст, про сказание. По-моему, мы не вырезали ни одного слова. То есть это редко такое бывает, что в спектакле не убираются лишний текст и так далее. Но не адаптировали, в общем. Да, но в этих двух сказках, которые в продолжении, текст весь остался. И несмотря на то, что там много очень повторов, ну, то есть там три раза появляются звери, мальчик-спальчик. Вот у меня фраза у мальчика-спальчика повторяется, наверное, раз 8-9. И, ну, это просто надо сделать, найти не интонации, а именно развитие персонажа. Чтобы это не звучало одинаково каждый раз. Да, конечно. И чаще всего это, получается, сделать, когда партнер помогает. То есть у нас двое на площадке. И вот как пойдет, как мне партнер скажет, такая реакция у меня и будет. И у персонажа, соответственно, тоже. То есть какие-то вещи непосредственно на сцене во время каждого отдельного спектакля рождаются, да? То есть понятно, что есть замысел режиссера, понятно, что есть сценография, понятно, что есть артисты-куклы. И, тем не менее, каждый спектакль, он, ну, по-новому, да? Потому что какая-то импровизация, плюс еще интерактив, да, насколько я понимаю. Это вообще самое любимое мое в этом спектакле, наверное, это то, что, ну, иногда мы позволяем себе баловаться, иногда это получается само собой, спонтанно, иногда от зрителя, от детей, иногда, ну, что-то либо идет слишком так, либо слишком не так, и, да, импровизация... Ну, это интересно. Да, и я вообще получаю огромное удовольствие, когда что-то происходит, ну, особенно новое, когда либо партнер что-то новое скажет, либо какая-то реакция у зрителя будет новая, и это всегда любопытно, интересно, и с этим интересно работать, потому что каждый спектакль разумен. Ну, я дополню, с вашего позволения, Анастасию. Дело в том, что в чем прелесть именно вот этой серии, да, маленькой серии наших спектаклей. Дело в том, что вот первый спектакль, вот вы абсолютно правы, он был поставлен и задуман Валентином Козловичем Козловским, как именно вот сказ такой передач, во всем, в решении сценографии, в куклах, в подаче материала. То есть вот старались придерживаться именно вот этого традиционного. Здесь мы попробовали сделать немножко другую традицию, тоже нашу, исконную, на такой ярмарке, то, что называется в некоторой литературе театральной, это такая скоморошина. То есть вот она позволяет, чтобы они все-таки, это не было вот как Гарри Поттер, одни и те же персонажи, собственно говоря, которые просто взрослеют, а немножко они отличались, чтобы мы с разных сторон взглянули вот на нашу русскую национальную традицию, вот еще ту испокон веку, которая. И вот такая была, кукольники бродили вот этим табором своим по деревням, по нашим степям здесь черноземным, приходили, поднимали ширму, которая была такая в виде юбки, доставали кукол и начинали разговаривать, показывать что-то на животрепещущей сегодняшней теме. Вот мы постарались передать вот эту нотку в этом спектакле, и поэтому вот довольно часто режиссеры, они требуют выполнения задач конкретных строго, вот чтобы так. А здесь как раз актерам, не знаю, мне как актеру, да. То есть я просил даже наших замечательных актрис, чтобы увидели, кто-то заплакал из ребят, можете прямо остановиться, что случилось, да подожди, посмотри, и продолжать это действие, чтобы оно не прерывалось. Вот, ну, наверное, в этом своя прелесть, поэтому надо смотреть обязательно две части. В нашем театре прийти посмотреть первую, потом, а что же они сделали во второй, и прийти посмотреть вторую, и уже сопоставить два этих спектакля, тогда будет даже интереснее, наверное. Так интрига повисла, хорошо. Нужно обязательно обе части посмотреть. Давайте немножко по, как раз, ну, скажем так, технически-творческим моментам пройдемся. Пройдемся. Вот какие типы кукол используются в спектакле? Александр, вы создатель. Типы кукол, почему? Потому что не все вообще знают, что есть разные типы кукол. Мне вот стало интересно, например, какого типа куклы используются здесь, какие они вообще бывают? Ну, бывает разное множество систем кукол, типов кукол. Типы – это типаж, да. А у нас системы кукол. Значит, в данном спектакле, видите, у нас две сказки там. В отличие от первой истории, там у нас три сказки. Но в три бы мы просто не уложились, потому что они достаточно крупные, особенно вторая сказка, да. И там приходится придумывать все время, иногда на ходу, но все равно это делается вместе с режиссером, и придумывается все на бумаге задолго до премьеры. И придумываем именно идем от материала, от материала сказок, почему так, а почему не иначе, чтобы было понятно зрителю, почему именно подушки, например, есть у нас такой персонаж, которые появились, да, вот лежит персонаж на столе. Почему? Потому что лень. Лень-матушка правит искусством. Вот. И в данном случае лень правила первой сказкой. Вот у нас персонаж вот такой вот, несколько ленивый, чья лень больше называется сказка. Да, у нас была благодатная сказка, у нас Александра Николаевича, когда мы отталкивались от себя. Вот. И чья лень больше, просто замечательно работалась, правда, долго над этой сказкой. Ну, вот такие персонажи и родились, да. Проассоциировали. Да. Ну, и потом, потом, нет же аналогов. У нас, вообще, Королькова, у нас благодатная почва в том плане, что никто никогда ее почему-то забыли в России. И, а мы-то помним, у нас же она вот наша. Наша. И поэтому аналогов нет и делай, что хочешь, что называется, да. Делай, что хочешь. И вот эта красота, когда нет за тобой ничего, багажа никакого. Полное раскрепощение. Свобода у артиста, свобода у художника. Свобода, я называю это хулиганством. В хорошем смысле хулиганством, когда мне всегда жена говорит, да не думай ты об этом вообще ничего, вот просто возьми себя, открой и делай, вот как тебе душа просит. Вот так оно и получилось. Получились на второй сказке у нас очень много всяких разноплановых кукол. Есть и такие, вот в данном случае это перчаточная кукла. Видите, она надевается на руку, вот она оживает в моей руке, да. Но немножко усовершенствованная. То есть я могу вот шеи крутить и запрет. Вот. Поэтому вот такой персонаж дедушка. Вот. Лиса. Лиса на потычке. Это такой на тросточке. Внутри тоже очень простая кукла, и она зависит от руки, от пластики руки. Вообще у нас куклы в основном от пластики рук. Ну, собственно говоря, мы при выборе систем и отталкивались вот от традиции именно скоморошины, такого переездного театра петрушечного. А там перчаточные куклы, которые надевались и работались. Но мы немножко вот их усовершенствовали. Вот у Александра Николаевича кукла, кстати, да, похожа на создателя в чем-то. Надеть очки. Немножко автопортрет. Ой, да, 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 да. Это Александр Николаевич делал с меня, вот. У меня просто вот характерное движение, когда я не знаю, чего делать, делаю вот так. Все время, я в домике. Поэтому вот в чем-то традицию мы сохранили, но немножко ее приукрасили, приумножили. Вот. Ну вот лиса скорее такая самая традиционная кукла, да, лисонька? Но так или иначе в каждой кукле частичка режиссера, артиста, художника, постановщика. Ну и потом, персонажи же должны быть узнаваемы сразу. Поэтому они не такие, не сложные. И для детей они не сложные, и для взрослых тем более. Кстати, люди приходят подготовленными. Некоторые зрители, они уже, мы почитали, мы знаем эти сказки, и мы хотели вот соединить свое видение с вашим, как это получилось или не получилось. И в основном... Попадали. Попадали, да. И очень хорошо. А многие, конечно, не знают. И мы просветительством тоже занимаемся. Вообще сказки Корольковой знают и любят не только в Воронежской области, по всей стране. Вот. Может быть, где-то незаслуженно подзабыты, но тем не менее. И очень большой репертуар. Среди прочего, вы выбрали в этот раз, да, в продолжении, «Чья лень больше» и «Мальчик с пальчик». Почему выбор пал именно на эти произведения? Потому что можно было выбрать из массы. Ну, про лень мы уже сказали с Александром Николаевичем. Лень, все понятно. Это очень близкая тема, поэтому... А «Мальчик с пальчик»... Нет, на самом деле, почему сказки довольно часто ставятся в театре кукол? Ну, это благодатное, вот то, что называется, материал для театра кукол. Потому что языком иносказания сказок, через животных, которые начинают говорить в сказках, мы вот этим языком условности, намека иносказания, ну, леса. Мы же все прекрасно понимаем, что с тобой характеризует леса. Да. Вот, и ее интересно попробовать сделать... Ну, ее можно как-то сделать по-новому, именно через куклу. Не нужно самим перевоплощаться, а вот ее можно сделать вот... Ну, выражение... Благодаря фантазии художника можно сделать... Выражение, выражение не лисья лица. Да, да, а человеческое, да, понимаете? Вот, как раз вот мальчик с пальчик, помимо всего прочего, вот интересен этим, потому что там много персонажей, которые появляются, и детям будет интересен такой некий калейдоскоп разных характеров, разного взгляда на жизнь, если хотите. Ну, и сказка сама в финале. Вот такой нехороший барин, у которого уже все есть, который довольно обеспеченный человек. Вдруг позарился у бедного человека на какую-то маленькую штучку, которая у него есть, и решил ее во что бы то ни было отобрать. И как он наказывается за свою алчность в финале, вот, ну, опять-таки, не хочется все рассказывать. Хотя, кто раз как вам с исходным материалом, пускай, тоже остается интригой. Ну, лучше, да, да, вот придут и посмотрят, и уже там мы обменяемся своими мнениями и впечатлениями. Вот скажите, как бы вам, как создателям спектаклей по, в частности, Корольковой, хотелось бы, чтобы зритель был подготовлен и приходил, уже ознакомившись с текстом, или все-таки сначала подарить визуальный образ, а уже потом прочитать? Как лучше, на ваш взгляд? Свеженький лучше. Лучше свеженький, да? Лучше свеженький, но это не значит, что не нужно читать обязательно, 30 минут интерактив с маленькими, очень маленькими зрителями. И вообще, вопреки бытующему среди множества обывателей мнению, это совсем непросто работать с этой категорией зрителей. Дети порой вообще самые требовательные, наверное. Какие секреты мастерства используют создатели спектакля и, самое главное, артисты во время действия, не только для того, чтобы удержать внимание ребенка? Здесь все понятно. Мы уже поговорили о калейдоскоп, несколько сокращенный хронометраж спектакля. А что еще? Что еще используют артисты на сцене, чтобы не просто удержать внимание, но еще и научить чему-то? Вот сейчас мы узнаем, да, Анастасия? Что используют артисты? Ну, на самом деле, да, говорили о том, что с помощью декораций и калейдоскопа это, в принципе, оно уже смотрится. То есть мы там просто как помощники для кукол существуем с партнершей, с Ларисой. Но мне кажется, самое главное, не то, чтобы использовать какие-то там навыки, какие-то специально что-то делать. Нет, ну просто, наверное, честность это самое важное, потому что, ну тут два шага. Вот мы в самом начале выходим, просто вот, я не знаю, 20 сантиметров до ребенка, и ты видишь его глаза, и, ну, соответственно, подбираешь, как бы, ну, чувствуешь его, чувствуешь зал. Эмоциональный ключ какой-то. Да, конечно, да. Иногда надо, так сказать, взбодрить, иногда, наоборот, немножко умеренно войти в сказку, потому что, ну, бывают разные зрители, и маленькие, и большие, и на самом деле возраст, то есть два, три, четыре года, они абсолютно отличаются друг от друга, и поэтому это тоже надо учитывать. И вот когда ты выходишь и впервые смотришь им в глаза, ты, ну, как бы, понятно сразу все. И тут не соврать им. И если, да нет такого даже вопроса, что кто-то отвлекается или что-то. Ну, вот, допустим, я об этом не задумываюсь, но иногда на какие-то реакции детские, то есть интересно отреагировать. Вот у нас мальчик плакал на предыдущем спектакле, вот. А у меня мальчик с пальчиком тоже, как бы, ну... Почему бы не поддержать? Да, почему бы не поддержать? У меня мальчик с пальчиком заплакал и заревел, закричал, и просил со слезами барина отдать ему золотую шапочку, и мне кажется, ну, чуть-чуть там... Сработало. Ну, да. Сработало. Я абсолютно убежден в том, что очень ярко реагируют дети на спектакль, и я уверен, что они активно вступают во взаимодействие. А вступают ли в это взаимодействие взрослые на спектакле, и как часто, как вообще это происходит? Еще больше, чем дети. Еще как. Да, то есть смех детей сначала, а потом смех родителей уже гораздо больше. То есть, мне кажется, это такая совместная терапия иногда происходит, что ребенок начинает смеяться, вот, и родители чуть-чуть легче становятся, так, поспокойнее, и родители тоже в полный голос бывает, даже больше реагируют. Ну, сказка детская, а шутки, ну, взрослые. Не всегда, не всегда детские, да? Да, поэтому... Премьеры уже стоят в расписании театра. Ближайшая, когда нас ждет? 16-го. 16-го, 17-го. 16-го, 17-го мая, днем. В 11 и в 12 часов. Супер. Милости просим, будем очень рады. Да, обязательно присоединяюсь, приглашаем за терапевтическим в том числе эффектом в Театр Кукол. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Вы смотрели «Вечер вместе», я Иван Гречук. Все выпуски наших программ вы можете найти в интернете на нашем сайте тройное WTVDefizGubernia.ru rosebrand.п talvez вер mai не оставь, который, кто сделает все хорошие. Звучит клуб ПоBabyп Корректор Д». ШУ МОТОР . Субтитры создавал DimaTorzok